Привет, мои дорогие мучачесы! Сегодня мы смотрим интервью французского телеканала BFM TV с нашим Александром Макогоновым, который является пресс-секретарем посольства Российской Федерации во Франции. Интервью вышло примерно день или два назад. Всегда коснется вопрос французской помощи в Украине и переброски военнослужащих Франции на Украину. Ну что я хочу сказать, французы, видимо, забыли картину маслом казаки в Париже в 1814 году и происхождение слова «бестро», «бестро» опять-таки было, слово произошло от русского слова «быстро», потому что казаки хотели быстро кушать, они заходили в французское кафешки и кричали «быстро-быстро», и французы адаптировались быстренько и назвали это слово кафешку французскую «бестро» от слова «быстро». Наверное, французы немножечко подзабыли историю, может, у них короткая память, я не знаю. Но как наш любимый политик Петр Толстой макает их постоянно в определенную консистенцию, так и Александр Макогонов каждый раз, когда его приглашают на французское телевидение, устраивает им публичную порку в том числе. Но не будем терять время, давайте начнем смотреть это интервью. Добрый вечер, Александр Маркоганов. Вы являетесь пресс-секретарем посольства России во Франции. Мы рады приветствовать вас на этой площадке вместе с Улиссом Гусетом и Гийомом Фардом, которые будут сопровождать меня на этом собеседовании. Мы, конечно, начнем с этих заявлений по украинскому конфликту. Мы не исключаем, что российские силы могут нанести удар по французским инструкторам. Сегодняшнее заявление официального представителя Кремля, которое впоследствии было определенным образом уточнено главой российской дипломатии. Мы его выслушаем. Что касается французских тренеров, у меня есть основания полагать, и на этот счет есть много фактов, что они уже работают в Украине. Независимо от их военного статуса во французской армии или в качестве наемников, они представляют собой вполне законную цель для наших вооруженных сил. Они представляют собой вполне законную цель. Как интерпретировать эти высказывания? Это новая провокация. Старый принцип, который вы знаете лучше меня, война как война. Поэтому если вы отправляете своих специалистов, своих инструкторов, своих военных советников, вы можете называть их как хотите, но ключевое слово здесь военные. Если вы отправите своих военнослужащих на Украину, чтобы они обучали украинских бойцов тому, как лучше целиться и убивать русских, конечно, они осознают тот факт, что эти военные специалисты, эти военные инструкторы, естественно, станут законной мишенью для российских вооруженных сил. Что это значит конкретно? Вас это не должно удивлять. Я повторяю вам на войне, как на войне. Итак, цель ракеты или пуля, в которую нужно стрелять, он не делает различий между французами, поляками, украинцами. Не делает различий по языку, по расе, независимо от этнической принадлежности, национальности, они запускаются, и они попадают прямо в цель там, где стреляют. Так что, естественно, если французские военные окажутся рядом с украинскими бойцами, у них очень большой риск попасть под обстрел. Это с этого момента? Это новое указание, которое было дано российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях на фронте? Это неплохо. Российская сторона уже начала говорить о такого рода предупреждениях с первых заявлений французской стороны, начиная, я полагаю, с февраля. О перспективе отправки французских или в целом западных войск на Украину. Так что, в принципе, в этом нет ничего нового. Мы повторяем это и продолжаем предупреждать, просто чтобы избежать общественного мнения. Так это предупреждение? Это предупреждение, довольно четкое предупреждение. Вы говорите нам, что нет иммунитета для французов, которые будут находиться на Украине. Они инструкторы, они не бойцы. Вы делаете разницу между теми, кто тренируется украинцами, и теми, кто воюет? Мы присоединяемся к ним, и в частности, к коалиции инструкторов, которая в настоящее время разрабатывается с Францией и другими странами, такими, как Литва, Великобритания и другие. Это коалиция инструкторов. Для вас это. Это то же самое, что бойцы. Эти инструкторы будут обучать украинцев, наших сегодняшних противников, украинских бойцов тому, как лучше целиться и убивать русских. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Для нас они имеют такой же статус, в принципе, как и украинские бойцы. Вы можете называть их, как я уже сказал, инструкторами. Я не советники, специалисты, наемники, независимо от их статуса. Для нас в любом случае это цели, потому что там они на стороне наших противников. Но эти заявления беспрецедентны. Почему они сделаны и сформулированы сегодня и сейчас пресс-секретарем Кремля? Что там изменилось за несколько дней? Но как вы видите, судя по заявлениям, которые мы слышим из Парижа, эта идея отправки западных войск на Украину воплощается в жизнь, выкристаллизовывается. Так что по ходу дела мы тоже предупреждаем себя, чтобы избежать этого прямого столкновения наших войск на фронте. На украинской земле уже есть французы. Это секрет? Точно, это секрет фирмы. Это только оформлено официально. До сих пор было проведено различие? Нет, но сейчас, как я вам уже говорил, это становится все более и более официальным. Так что здесь мы со своей стороны все больше и больше формализуем наши предупреждения, о которых мы уже говорили в принципе. И поэтому это означает, что шаг сделан. Во время предыдущих интервью вас спрашивали, является ли Франция по-прежнему дружественной страной или это вражеская страна? Является ли Франция сегодня страной, находящейся в состоянии войны с Россией, которая потенциально вступает в войну с Россией? Что вы об этом говорите? Вы видите, что в принципе отправка французских войск на Украину приближает Францию, но на самом деле серьезно приближает к той черте, с которой начинается прямое участие в конфликте, не только де-факто, но и со всех сторон, тоже присяжные. Таким образом, это увеличивает риски французского сотрудничества со всеми вытекающими из этого опасностями. Но Франция сегодня это страна. Является ли Франция вражеской страной? Вы находитесь в состоянии войны, Россия против Франции? Вы знаете, Россия не находится в состоянии войны с Францией. Проблема в том, что Франция является активным, и я бы сказал активным участникам гибридной войны против России, развязанной коллективным Западом. Мы видим это на всех фронтах, будь то политико-дипломатический, экономический или культурный, медиа, конечно, и так далее. Мы немного поговорим о гибридной войне, но вы хотите сказать, что с этого момента, если русский солдат на фронте столкнется с французским военнослужащим, пусть он отличит свою французскую форму. И какова бы ни была его миссия, миссия, возложенная на него, у него есть приказ, он имеет право стрелять в этого французского военного. Конечно, это зависит от ситуации на местах. Я не военный, я не нахожусь на местах, но в принципе, как я вам уже говорил, поскольку войска, будь то французские войска, французские военнослужащие или другие иностранные военнослужащие, независимо от того, насколько они вооружены, статус, но они на стороне наших противников. Они помогают нашим противникам лучше ориентироваться и убивать нас. Но как вы этого хотите? Что вы хотите, чтобы мы сделали? Чтобы мы подарили им подарки? Чтобы мы послали им конфеты? Конечно, мы отправим им выстрелы. А это предписание распространяется также на американских или британских инструкторов, если таковые имеются. Независимо от их национальности, конечно, это очень опасно, потому что это чрезвычайно увеличивает риски прямой конфронтации между ядерными державами, то есть Францией, которая сегодня находится на переднем крае антироссийского фронта. Есть еще одно решение Франции — разрешить использование французского оружия для поражения российских военных целей, которые наносят удары по Украине, например, по городу Харькову. То есть русские бомбят Харьков, а украинцы до сих пор не имели права использовать западное оружие, французское, американское или даже немецкое. А теперь они могут. Это что-то меняет? Это меняет парадигму этой войны. Это означает, что мы приближаемся, как вы говорите, от прямого конфликта. Но понимаете ли вы, что мы не можем позволить русским бомбить Украину, не отреагировав, не предоставив украинцам средств для самообороны, всего просто так? Это очень опасным образом меняет парадигму войны, потому что мы очень хорошо знаем, как осуществляется использование ракет большой дальности, поставляемых в Украину западом, в том числе Францией. Украинцам в принципе они ни к чему. Эти ракеты там не могут быть использованы без средств спутниковой разведки. У украинцев там нет таких возможностей, они есть у НАТО. Затем, что касается наведения и планирования плана полета, это НАТО, владельцы этих ракет, которые делают это, так что в принципе вы видите связь, вы видите логику. Это практически похоже на то, что Франция наносит прямой удар своими ракетами. Вы говорите, что это предупреждение в адрес французов или жителей Запада. Не является ли это также предупреждением, адресованным Владимиру Путину, чтобы он сказал, прекратите войну, прекратите бомбить Украину? Это предупреждение. Если вы продолжите в том же духе, что же, мы будем вынуждены принять дополнительные меры для защиты Украины? Когда вы говорите, прекратите бомбить Украину, но я думаю, что ваши зрители действительно представляют что-то ужасное, разрушенные города. Мы видим кадры, извините меня. Мы видим кадры. Вы можете сегодня поехать в Киев, в города, в украинские города, в США, в две страны, так что там жизнь продолжается. Люди занимаются, люди ходят в рестораны, люди мирятся. Но вас бомбят, вы это хорошо знаете. Харьков в первую очередь не бомбят. В прошлом году мы видели супермаркет. Это? Супермаркет, в котором размещалась военная техника украинской армии. Надо сказать, в этом супермаркете вообще не было посетителей. Внутри было 200 человек. Там никого не было. Были покупатели. У вас были трупы. И были десятки раненых. Вы это хорошо знаете. У вас их нет. Не говорите мне, что вы все равно бомбите только арков. Вы знаете, что бомбите себя. Это большой город. Там все еще много мирных жителей. Мы не можем бомбить город весной. Вы не хотите взять? Русских. Вы не хотите взять? Потому что... Это, как вы знаете, выходит за рамки моей компетенции. Наше военное командование должно решить, что делать дальше. У вас есть дополнительная информация по этому вопросу? Это хороший вопрос. Вы не хотите вернуть Харьков? Сегодня мы находимся в процессе создания именно этой зоны безопасности, чтобы обезопасить наш приграничный регион, который является Белгородом от украинских ударов. Так что там Харьков – это не обязательно цель захвата. Это. Я напоминаю вам, что Россия хотела взять Харьков в начале войны, и это было невозможно. Сегодня идет российское наступление. Вы не собирались этого делать. Вопрос в том, но кто вам сказал, что Россия хочет захватить каратэкиф? Потому что мы это видели. Мы это видели. Вы видели, что карта и на самом деле ничего не значит. Может быть, мы этого хотели. Вы говорите о логистической поддержке Западом Украины. Давайте поговорим о приезде президента Украины Евгения Зеленского. Затем мы поговорим о подозрениях в российском вмешательстве во второй части. Но Зеленский прибудет в четверг по случаю празднования на французской земле 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. И сегодня вечером мы узнали, что в пятницу он выступит с речью в Национальном собрании. А также, что его также примет в Елисейском дворце Эммануэль Макрон по случаю приезда президента Украины. Президент республики мог бы объявить о новой помощи, предоставляемой Украине. Вы говорили о поддержке Украины Западом. Она сегодня находится именно в плане военной поддержки, материально-технического обеспечения. Какова красная линия для русских? В принципе, я не могу комментировать то, что еще не произошло. Поэтому сначала мы ожидаем заявлений президента Франции, если они будут. Итак, но в принципе, как вы сами видите, с начала специальной военной операции с февраля месяца 2022 красные линии пересекаются одна за другой, так что в начале. Но именно вы постоянно осуждаете, по вашему мнению, все более и более активное участие Франции в этом конфликте. Что для вас было бы неприемлемым, о чем можно было бы объявить в пятницу? У вас, я полагаю, есть две-три идеи. В принципе, но все это неприемлемо. Остается выяснить, что остается неприемлемым для Франции и для французского народа. Остается выяснить, каковы интересы Франции в Украине и насколько участие, это все более глубокое военное участие Франции соответствует жизненно важным интересам Франции и французов. Неужели интересы Франции находятся под такой угрозой в Украине, что необходимо не только массово поставлять военную технику и ракеты, которые ее доставляют, а также военных, но и продолжать это бегство вперед? Я не уверена, что вы подходите для того, чтобы говорить об интересах Франции, но как русский, как представитель российского правительства, что было бы неприемлемым в качестве объявления? Я вам говорю, но в принципе это уже неприемлемо, потому что это только продлевает конфликт, это только отдаляет перспективу политико-дипломатического урегулирования конфликта. Это для того, чтобы подлить масло в огонь. Именно вы выступаете за дипломатию, и все хотят мира, в том числе и Франция. Но есть конференция, которая будет организована в Швейцарии по инициативе Швейцарии и Украины, и Россия в ней не участвует. Тем не менее, это возможность говорить именно о мире. Именно так. Почему бы вам не пойти туда? Во-первых, потому что нас не пригласили, это первое. А во-вторых, если бы нас не пригласили, нас бы здесь не было. Потому что мы не можем серьезно относиться к такого рода конференциям или мероприятиям, которые заранее обречены на провал. Потому что в принципе, что это будет. Западные страны попытаются заручиться поддержкой глобального юга, а затем выдвинут России целый пакет ультиматумов, включая капитуляцию, репарации и так далее. Но Россия не в том положении, чтобы капитулировать, как вы видите на первый взгляд. Значит. Нет ли какой-нибудь возможной дискуссии? Нет, но конечно все возможно. Россия всегда остается открытой для диалога, но действительно откровенного диалога, серьезного диалога, в котором будут учитываться наши жизненно важные интересы в плане безопасности. Диалога, учитывающего геополитические реалии, то есть новые регионы, которые вошли в состав России. Россия после референдума, а затем и множество других подробностей, включая меры, защищающие права русскоязычных меньшинств в Украине, которые направлены на демилитаризацию и национализацию Украины, их много, так что в принципе это известно, это только повторило основные цели операции специальной военной. Тот факт, что Владимир Зеленский выступает в пятницу в национальном собрании перед депутатами парламента Франции, что вас вдохновляет? Вы собираетесь его слушать? Может быть, я его послушаю, но Джонатан снова смеется. В принципе, я полагаю, что он поблагодарит Францию за военную помощь и снова закажет военную или финансовую помощь, как он обычно делает во время этого западного турне. Вы не участвуете в конференции в Швейцарии, Зеленский приезжает в Париж, Запад увеличивает свою помощь, переговоров нет, война продолжается, и война будет продолжаться, война будет продолжаться. Запад делает все, чтобы эта война продолжалась вечно, потому что это очень хороший способ использовать зомбированный и преступный террористический режим Зеленского, установленный в Киеве. И украинцев, бедные люди, взятые в заложники этим режимом против России, чтобы оскорбить ее. И? Я все равно напоминаю вам, что эта Россия вторглась в Украину, а не наоборот. И говорить о режиме, чтобы помешать нормальному развитию и безусиления. Вы также не можете забывать прошлое. Все-таки было вторжение России на Украину. Именно так. И если мы вспомним прошлое, мы должны пойти дальше в 2014 году, когда киевский режим был установлен в результате государственного переворота. Посредством государственного переворота в Киеве, что она начала делать? Она начала теоретизировать о своем собственном населении на востоке страны. Вы говорите о преступном, зомбированном, террористическом правительстве. Это означает, что если когда-нибудь возникнет дискуссия, поскольку вы говорите, что открыты для диалога. Если будут отстаиваться интересы России, может ли Зеленский быть участником этих дискуссий? Это все еще очень хороший вопрос. С кем вести переговоры? Президент Зеленский, легитимность которого после 20 мая вызывает очень большой вопрос. Так что вот, является ли он надежным собеседником? Или нам нужно вести переговоры с кем-то еще, кто будет представлять Украину? Возможно, это будут ли это друзья Украины в западных кавычках? Возможно, это будет еще один представитель киевского режима? Это действительно отдельный вопрос. Еще предстоит уточнить, это очень хороший вопрос. Есть еще один хороший вопрос. Вы знаете, что сегодня годовщина дня Д, высадки, наконец, начало разгрома нацистской Германии, и Россия не будет присутствовать на пляжах Нормандии. В 2014 году Путин приезжал в Нормандию, и там состоялись так называемые переговоры под эгидой НАТО. Нормандский формат, который привел к соглашению именно для того, чтобы попытаться избежать продолжения войны. Вы сожалеете, что вас не пригласили на пляжи Нормандии, что Россия не присутствует, и что не будет нового нормандского диалога именно по Украине? Вы знаете, что так называемая, в кавычках, отказ России от приглашения на это мероприятие 6 июня, только показал, насколько частичной, неполной и короткой может быть историческая память. Я должен напомнить вам, что именно благодаря Советскому Союзу и Красной Армии, благодаря ее успехам на Восточном фронте в 1944 году. Эта высадка состоялась. Именно Советский Союз допустил эту высадку, потому что в принципе в 1944 году судьба Третьего Рейха была предрешена. В июле 1944 года Красная Армия уже находилась в Польше, освобождая эту страну. Если бы американцы не высадились, все было бы иначе. В принципе все было ясно. Американцы решили высадиться немедленно, чтобы русские, например, не освободили Париж, как это было в 1814 году. Картина ясна. Никогда нельзя недооценивать вклад наших западных союзников в общую победу, но также не следует недооценивать или даже презирать решающий вклад нашей страны в общую победу над нацизмом. Я должен напомнить вам, что именно благодаря Советскому Союзу и благодаря соглашению между Сталином и Шарлем де Голлем, Франция заняла свое место среди держав-победительниц нацизма. Франция пользуется этим историческим событием до сегодняшнего дня, потому что именно оно позволило Франции, например, также занять свое место среди основателей Соединенных Штатов Америки. Не приглашен и... Вы знаете, почему Владимир Путин? Это не Россия, это Путин, которого не приглашают, потому что Путин захватчик Украины. Россия не приглашена, это уже официально заявлено Парижем. Никаких сожалений, потому что для нас, как вы знаете, красный день календаря 9 мая, день победы, который мы всегда отмечаем каждый год. И затем, вы знаете, это высадка, в принципе, давайте оставим это на усмотрение западных лидеров, которые презирают свою собственную память. Сожалений нет, но все равно вам горько. Вы знаете, мы уже привыкли видеть, как история переписывается, так что для нас это не было серьезным ударом. Так что, конечно, мы разочарованы таким отношением к нашей общей истории в принципе, потому что это трагическая и славная история одновременно. Я должен напомнить вам, например, это будет интересно, это факт малоизвестной французской публики, что во время Второй мировой войны на нафранцузской земле было 35 тысяч русских и советских граждан, которые боролись против нацизма. 35 тысяч, из которых 7 тысяч погибли в бою. Они похоронены в центральных районах Франции, на севере Франции, на военных кладбищах. Так что то, что Россия сделала для Франции во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, все забывается, это забывается очень и очень быстро. Это использовано в политических целях, в угоду текущей политической конъюнктуре. Но, как говорил Ницше, человек будущего – это тот, у кого будет самая долгая память. Все равно будет отдана дань уважения эскадрилье Нормандия-Неман, которая, очевидно, участвовала в освобождении Европы. Мы надеемся на это. Но когда вы говорите, что все забывается, мы не можем забыть вторжение в Украину. Это особенно важно. Именно поэтому сегодня. Это не проблема. Прошлое. В России. Было бы приветствоваться. Она была в 2014 году. Конкретно это российское вторжение в Украину и этот вопрос – как долго это продлится? Как далеко вы зайдете? Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели, поставленные в начале этой специальной военной операции. Пусть это будет сделано дипломатическим путем, если это возможно, но поскольку перспективы дипломатического решения не вырисовываются. Это будет продолжающаяся специальная военная операция, и она будет достигнута, возможно, военным путем. А как обстоят дела на сегодняшний день? Каковы военные цели и как бы вы описали ситуацию? Во-первых, есть две глобальные цели – защитить наших людей, живущих на наших исконных землях, а затем устранить, нейтрализовать угрозы, исходящие с территории Украины, которая в последние годы была тщательно обработана членами ее западных союзников и превращена в антироссийскую. И поэтому есть целый список мер, которые необходимо принять в этом направлении. Как я уже говорил, деноцифицировать Украину, демилитаризировать Украину, затем гарантировать права русскоязычных меньшинств, а затем принять новые геополитические реалии. Что именно это значит? Неядерный статус. Защищать людей, которые живут на землях наших предков. Я не уверена, что те, кто смотрит на вас, видят, к чему вы клоните. Это, конечно, Донбасский регион, Донецкая и Луганская народные республики, затем регион Канги, конечно, Крым. Так что это неотъемлемые земли, это Россия, теперь это Россия, поэтому здесь мы не торгуем нашими землями и особенно не гуляем с нашими людьми. Так что здесь это должно быть учтено, это должно быть подтверждено. И там это хорошая основа для переговоров. Я повторяю, мы всегда открыты для диалога, если инициативы для этого диалога будут серьезными. Александр Макогонов, в последние недели акты вмешательства в отношения Франции множатся различными способами, в частности в преддверии европейских выборов, и особенно в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Французское правительство очень серьезно относится к этой угрозе. Габриэль Аталь еще сегодня высказался по этому поводу. Это было в национальном собрании. Эти звезды Давида были нанесены на стены в нескольких муниципалитетах Иль-де-Франц. На мемориале Холокоста были позорно нарисованы эти красные руки, а несколько дней назад эти гробы, фальшивые гробы, были сброшены под землю. И Филева башня с надписью французских солдат Украине. Три нарушения среди многих других, три позора, которые направлены на то, чтобы манипулировать нами, три позора, и расследование все еще продолжается, что несет на себе отпечаток вмешательства. Реальность такова, что наша страна и наш континент подвергаются иностранному вмешательству, попыткам дестабилизации. Чего добивается Россия с помощью этих операций по дестабилизации? Если вы помните, в 80-х годах по французскому радио была очень популярная передача, которая называлась «Суд вопиющих заблуждений». Я считаю, что все эти истории, связанные с российским вмешательством, действительно могли бы стать надежной и постоянной темой для этой передачи, если бы она существовала сегодня. Так что вы знаете, по той же логике, вы можете обвинить русских в том, что они испортили урожай виноделов Шабли в этом году из-за морозов в апреле. А также из-за того, что винодельни были в плохом состоянии. Из-за майского града я не удивлюсь, если однажды мою страну обвинят в потоплении Титаника. Потому что этот пресловутый айсберг со смертельным исходом может оторваться от сибирского ледника и быть управляемым с помощью дистанционного управления злыми русскими. Но это требует даже безумия. Александр. И это единственный. Вы серьезно? Я серьезно. Вам больше нечего ответить? Но если серьезно, мне больше нечего ответить. Потому что весь этот пакет обвинений настолько нелеп, что нет никаких доказательств. Вы не в первый раз сводите счеты с жизнью в чужой стране или на чужой территории. Мы отследили ваших агентов по полоневому следу на британской территории в 2006 году. У вас был один из ваших в 2018. Британские службы говорят об этом. Звезды Давида – это молдаване позади, красные склоны на картине – это то, что он болгарин. Что касается гробов, то это действительно анекдот на немецком языке в Украине. А вы видите русских? Болгария хотела бы этого. Без каких-либо доказательств, указывающих на виновность на основании высокой вероятности, но честно говоря, это что-то новое в юриспруденции и верховенстве закона. Зачем болгарам и молдаванам обижаться на Франции? Это очень интересно спросить у болгар и молдаван. Потому что, как ни странно, мы бы тоже этого хотели. Филиппинцы – это каждый раз ваши соседи. Это также не аргентинцы или чилийцы? Вы считаете их европейцами? Скорее, это ваши соседи. Географически они ближе к вашему дому, чем к Франции. Но… Они находятся. Во, каждый раз, когда взгляды обращены на восток. Это очень интересно. Было бы неплохо узнать об этом еще и потому, что там я сегодня услышал потрясающую формулу. Это было вчера. Поскольку эти три человека тогда направились на восток, значит, там они обязательно связаны с Россией. Дело не только в этом. Французское правительство назначает вас и не только. Отчет обсерватории Microsoft обвиняет Россию в активизации компании дезинформации, направленной против Олимпийских игр в Париже. Есть также вице-президент Европейской комиссии, которая говорит о более масштабных дезинформационных атаках, которые были зафиксированы по конкретным темам. Олимпийские игры в Париже. И со стороны Новой Каледонии, и со стороны Германии вопросы эмиграции и безопасности. Каждый раз все взоры обращены на Россию. И обвинения там в данном случае однозначны. Все смотрят. Что вы отвечаете? Все взгляды обвинения, вы правы, взгляды. Но никаких доказательств, никаких доказательств. Даже те террористы во Франции, которые пойманы с поличным, чья ответственность неоспорима, предстают перед судом со всеми материалами дела, с адвокатами в соответствии с процедурой. Но здесь Россия виновна сразу, без каких-либо доказательств. Но в цифровом мире, когда мы сообщаем, что в социальной сети X, в частности в учетной записи, которые связаны с российскими интернет-сайтами, то есть не из какой-либо другой страны мира, искусственно раздувают темы, порочащие Францию. Почему? Вы особенно на нас злитесь. Россия не может нести ответственность за все учетные записи, которые существуют в интернете, это может быть. Те, которые являются российскими учетными записями. Которые могут быть созданы в любой стране, но вы видите русских повсюду. Но откровенно говоря, вы видите, что ваши сограждане плохо спят из-за этой культивируемой паранойи через французские СМИ. В какой-то момент вы должны остановиться. Это паранойя? Но это полная паранойя, но это паранойя, которая, скажем так, очень тщательно подготовлена и культивируется именно для того, чтобы манипулировать общественным мнением. Чтобы всегда поддерживать эту очень высокую степень русофобии, навязывать французам это чувство, это недоверие к России. Это не имеет никакого отношения к украинскому конфликту. Тот факт, что Россия не будет представлена на Олимпийских играх так, как она хотела бы, вы тоже не имеете к этому никакого отношения? Я не понял. Мы паранойки. Франция – это паранойя. Вы знаете, когда говорите, что Россия пытается сдерживать. Как это формулирует Майкрософт, пытаясь отговорить зрителей от посещения Олимпийских игр. Вы знаете, единственное, что касается России, что действительно может отговорить зрителей от посещения Олимпийских игр, это отсутствие российских спортсменов. Что есть определенные спортивные дисциплины? Вот к чему. Русские – это обязательно. Вы начали свое выступление с того, что говорите о войне, как о войне. Почему бы вам не предположить, что вы наносите цифровой ответный удар в рамках конфликта? Вы не допускаете того факта, что именно из-за этого соперничества вы предпринимаете действия, которые являются контрнаступательными мерами. До такой степени парадоксально то, что вы говорите. Потому что вы знаете, что такое вмешательство. Вмешательство – это когда Франция поставляет киевскому новоазиатскому режиму ракеты большой дальности, оружие, боеприпасы, разведанные, чтобы хорошо убивать русских. Если это не иностранное вмешательство, что, по вашему мнению, это такое? Что, по вашему мнению, это? Найдите термин. У каждого свой взгляд на вмешательство. Это война в России. Война на Украине. Только одно. Вы не хотите признать, что сегодня идет гибридная война? На Украине идет война, которая ведется с применением пушек, ракет. Мы знакомы. Есть гибридная война, которую вы ведете в Москве? Гибридная война. С дезинформационными и пропагандистскими операциями, такими как гробы перед Эйфелевой башней. Вы их не замечаете. Они действительно существуют. Мы их видели. УАЗ Гаус. Эти гробы – это художественная инсталляция, если хотите, или фарс. Вы можете называть это как угодно, это не проблема. Проблема в настоящих гробах, которые могут массово прибыть во Францию после отправки войск. Поднимите. И сообщение. Это настоящий гроб. Значит, все в порядке. Все в порядке. А там было сообщение, отправленное неизвестно кем. Оно именно так и поступает. Это сообщение. Мы должны найти следы. Вы так сказали. Кем оно было отправлено? Гибридной войной. Это гибридная война. Если уж на то пошло, вы использовали этот термин в начале нашей жизни. С самого начала собеседования. Какой из них? Гибридная война? Конечно, мы находимся в состоянии гибридной войны, развязанной Западом, и мы вынуждены ответить войной. Есть эти обвинения в российском вмешательстве, а также те оскорбления, которые в последние месяцы участились со стороны российского правительства в адрес Франции, к которым мы вернемся вместе с вами, мисс Фэй. Абсолютно. Добрый вечер, Алиса. Это правда, что эти оскорбления в адрес Франции просто множатся. Я также уточняю оскорбления в адрес российской политической власти на сюрреалистической сцене. Это было в марте на общественном телевидении России. Владимир Соловьев, одной из главных лиц в пропаганде режима Владимира Путина, продолжал изливать свою ненависть, и там он очень жестоко напал на Эммануэля Макрона перед камерой. Посмотрите на эту запись. Ты нацистский ублюдок, наследник Петена, ты думаешь, что можешь безнаказанно ударить по России? В данном случае ты ничего не понял в нашей стране. Ты не наследник Деголя. Ты не стоишь даже половины Деголя. Деголь? Ты просто настоящее дерьмо. Дерьмо. Нападение на президента Франции не обязательно ограничено. Слушайте, ну Соловьев прям вообще, вот этот Жириновский в квадрате, или как говорится, Жириновский на стероидах, да? Я не слышала это выступление Соловьева, но что-то его прямо, Жириновский, наверное, вселился с Соловьевым, или Медведевым, он, по-моему, прямо это самое, выдает на гора. Объясничиваются этим шоу. Посмотрите, что писал Дмитрий Медведев. Это бывший президент России. Это было в его аккаунте в Твиттере. Сообщение написано на французском, я уточняю. Макрон собирается посетить Киев, но он зоологический трус. Я рекомендую его офису взять несколько трусов. Он уже обосрался. Бедная Франция. Это было написано таким образом, очень явно в Твиттере. А потом, на самом деле, последнее было на прошлой неделе, и оно гораздо более явно. Оно пришло от Владимира Путина. Он говорил о возможности санкционировать украинские удары по российской земле. Послушайте российского президента. Представители стран НАТО, особенно в Европе и особенно в небольших странах, должны знать, с чем они играют. Они должны помнить об этом, как о странах с небольшими густонаселенными территориями. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нападении на российскую территорию. В целом, эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Спасибо, сами с Факси, за все эти заявления, которые, кстати, довольно ясны и предполагаемы. Дмитрий Медведев, не допустил ли он ошибку? Не зашел ли он слишком далеко? Но на самом деле это очень старая цитата, которую вы нашли в социальных сетях. Я не могу комментировать его личное мнение, это его эмоции. Трудно комментировать эмоции людей. Так вот. Он все-таки номер три в правящем режиме. Он член Совета национальной безопасности. Прежде всего, моя страна не является правящим режимом. Это власть номер три в России, если вам так больше нравится. Я предпочитаю, но и я имею в виду, я не комментатор чьи-то личные мысли и эмоции. Вот что, давайте оставим это господину Медведеву, вам решать интерпретировать то, что он сказал. Держитесь от него подальше. Я дистанцируюсь от частных мнений. Вы собираетесь остаться на время Олимпийских игр в Париже? Это очень хороший вопрос, потому что вы видите, я... Задавайте только хорошие вопросы, это доставляет удовольствие. Это правда. Я благодарю вас за то, что вы ответили на этот вопрос. В принципе, я, возможно, останусь, но я не знаю, будут ли соревнования. Но без российских спортсменов. Как раз президент Франции предложил Олимпийское перемирие, примет ли его Путин? А если нет, то почему? Олимпийское перемирие, которое послужит какой цели? В частности, для того, чтобы предоставить украинцам еще больше оружия. Чтобы предоставить украинцам еще больше военных советников и лучше подготовить их к нападениям. То есть нет, вы уже ответили, так что никаких изменений по этому поводу. Спасибо. Спасибо Александру Макогонову за то, что он был с нами. Спасибо всем. Так, ребята, ну вот мы посмотрели интервью Александра Макогонова. И, как вы понимаете, все это произошло очень классно. Он, естественно, разнес пух и прав французов. Вот эта вот тема про Титаника, она мне вообще больше всего понравилась. Но даже если айсберг откололся бы, да, то они сказали бы что-то русские. Интервью бомбовское, хочу сказать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. У нас будет на канале еще больше разных переводов и американских деятелей в том числе. Подписывайтесь, на канале будет много интересного. Ставьте пальчики вверх. Поделянцы и лайкосики. Все. До встречи. Всем пока.